Любое творчество всегда ищет путь для самовыражения. Пожалуй, самый доступный из них – это улица. Уличные музыканты поют и играют для прохожих. Их коллегам-художникам полотна заменяют стены. Зачастую это заброшенные и бесхозные здания, как это происходит на Деволановском спуске. Знаковой локацией для одесского стрит-арта. Часто точкой для приложения творческих усилий становятся памятники архитектуры, как, к примеру, мост Коцебу на все том же Деволановском спуске. Сейчас его снова закрасили от граффити. Но вот вопрос – как долго он сохранит этот вид? Граффити – уже давно привычный атрибут городских улиц. Это явление кому-то нравится, кому-то абсолютно нет. Оно и понятно. С одной стороны, стрит-арт-художники, как татуировщики, изобретательно маскируют недостатки городской архитектуры и часто бесплатно. С другой – могут уничтожить красоту исторического наследия. Участники легального стрит-арт-движения говорят, что последнее дело рук неформалов или бомберов. Их рисунки – это вандализм. На мой взгляд, если есть отреставрированный памятник архитектуры, то настоящий Одессит не подойдет, не испортит его. Это раз. Два – это плохо, что памятник архитектуры, в общем-то, портится непонятными какими-то ребятами-вандалами. С другой стороны, есть город, который мог бы все-таки привести в порядок Деволановский спуск и сделать из него красивое, обалденное место для туристов, для Одесситов. Алексей говорит, что, как показывает мировой опыт, ни тематические фестивали, ни выделение городом свободных поверхностей для граффити не решают проблему. Стрит-арт, субкультуру регулировать сложно, да и спонтанные рисунки на стенах часто своего рода протест и против власти, и против общества. Иногда творчество уличных художников становится большой помехой для культурного туризма и обзорных экскурсий. Очень мешает, это визуальный мусор, который не дает возможности, во-первых, увидеть во всей красе памятник архитектуры, во-вторых, очень многие туристы хотят оставить фотографии от посещения Одессы и фотографироваться рядом с непонятно какими росписями тоже никому неприятно, никто этого не хочет. По словам краеведа, Одесса в этой проблеме не одинока. Даже такие европейские столицы, как Берлин и Париж, разрисованы куда больше и упорядочить стрит-арт там тоже не могут. Нередко в городе от неформалов страдают муралы и композиции, созданные их же, так сказать, официальными коллегами. Но авторы испорченных работ не обижаются, говорят, здесь свои правила. Я понимаю, что то, что я нарисовал на улице, могут прийти там завтра другие ребята, что-то на моем рисунке нарисовать, так и практикуются. Здесь вот если поднять слои красок, тут, наверное, десятки слоев краски и десятки рисунков уже под этими рисунками. То есть, ну, это нормально. То есть, если мы говорим о том, что мы хотим на улице рисовать, то мы должны понимать и осознать, что завтра на нашем рисунке что-то другое могут нарисовать. Костка Цебу – любимое полотно создателей граффити. Вот так он выглядел еще недавно. А теперь он снова такой. Видимо, ненадолго. В то же время предложений, как эти самые стрит-арт-подпольщики, могут помочь городу – масса. В центре города какие-то вот эти же хрущевки или старенькие, предложить им раскрасить их. Ну, естественно, там, задав какую-то тему, допустим, если это центр, исторический центр, то вот в контексте Одессы 19 века, допустим. И если такой диалог навадится, город очень много выиграет от этого. И практически никаких вложений для этого делать не надо. Стрит-арт уже подарил Одессе десятки муралов и композиции разной тематики. Какие-то остались нетронутыми, какие-то атаковали вандалы. Наши собеседники говорят, что, похоже, это надолго. Полноценную борьбу с арт-хулиганами город не потянет. Даже антивандальное покрытие для одесских памятников – слишком дорогая защита. Остается надеяться, что настоящий стрит-арт и его подпольщики смогут мирно разделить между собой городские стены. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Телеканал «Репортер».